После нашего ночного рейда по поручению губернатора полицейские совместно с сотрудниками городской администрации проверили торговые точки, в которых мы ранее столкнулись с фактами продажи спиртного ночью. Ровно в 23 часа отправились за покупками. Сначала в круглосуточный магазин «Шурик» на Ленина-2. Коньячка вкусного нету? 375. 5 девочек, давайте. Управление полиции по городу Кирилл. Контрольная закупочка была у вас сделана. Алкоголь в ночное время. По словам продавца, она не заметила, что время уже позднее. Закрутилось. И попросила прийти на час попозже. Вот тогда бы она точно не продала спиртное. За прилавком полицейские нашли ящики с портвейном без федеральных специальных марок. Явно подпольного производства. И несколько коробок с водкой. Прикольно, водочка. Сразу хлоп и открылась. Заводской алкоголь так просто не откроется. Откуда сомнительное зелье? Продавец сказала, что она ни к водке, ни к этому магазину не имеет никакого отношения. Вы здесь сколько работаете? Я вообще как бы тут не работаю. Под меня есть. Я ИП. Вы ИП? Да. Здесь уже сидаете деятельность? Да, вот торгую фруктами. Продажа алкоголя в ночное время не единственное нарушение в этом магазинчике. Ценники оформлены не по правилам. А у индивидуального предпринимателя Тарасовой вообще нет лицензии на торговлю спиртным. Поэтому алкоголь полицейские изъяли. Следующая точка – павильон «Вечер» возле автовокзала. Здесь от клиентов отбоя нет. Мне водочки, которые русская береза. Тот же паленый портвейн, та же водка. И даже более изысканный ассортимент. Несколько полок продукции с поддельными марками. При этом продавец свято верит, что у ларька есть лицензия на торговлю алкоголем. И, похоже, не знает никаких законов. Вы ночью всегда продаете алкоголь, да? Нет. Не всегда? Вообще не продаю. Вообще не продаете? Ну, они бывают там, кто приходит, просто не продают. Они каждую ночь не приходят, не просят. По словам продавца, если не угодить буйным клиентам, могут и окошко сломать. Индивидуальному предпринимателю Сулейманову полицейские оставили повестку и арестовали всю алкогольную продукцию. Еще один круглосуточный магазин, который мы посетили – «Фиеста» на улице Свобода. Коньячок на выбор из-под прилавка. Ну, Кизляр пойдет. Давайте. Нормально? Нормально. Продавец своей вины не стал отрицать ни лицензии на продажу спиртного, ни трудового договора, ни медицинской книжки. Предпринимателю Карбышевой, некогда награжденной главой города благодарственным письмом, полицейские передали пламенный привет в виде изъятого спиртного. В дальнейшем будет составлен административный протокол, протокол об административном правонарушении, и направлено на рассмотрение Управления МВД России по городу Кемера для принятия законного решения. В итоге полицейские проверили все семь точек, о которых узнали от нас. Во всех магазинах факты торговли спиртным подтвердились. Протоколы выписаны, алкоголь изъят. Такие рейды будут теперь часто проходить, рассказали нам полицейские. Но предпринимателям не стоит бояться, нужно закон соблюдать. Нарушайте – тогда мы идем к вам. Лариса Михеева, Александр Белкин. Новости моего города.